Я видел такое, что вы, подписчики, просто не поверите. Ролики по вахе на подступах к трендам. Я смотрел, как кратко по всем частям МГС мерцают во тьме демонетизации. Все эти ролики исчезнут из рекомендуемых, как слезы под дождем. Промонтировать новый ролик. Хей! Привет, мои адекватные, хотя я уже в это не верю, и абсолютно разумные подписчики, а тут уже и вы засомневались. С вами я, месье Маркиз Дегенерат. Сегодня мы с вами вновь нырнём с головой в омут под названием Ведьмак 1, который уже многих изрядно задолбал. Ведь идёт уже пятый ролик, а мы ещё за пределы второй главы не вышли. Вот это классно, да? Пожалуйста, скажите, что это классно. Мне так не хватает вашей поддержки. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что Азарьеведа редкостный дудень-будень, который убил Реймонда и теперь мимикрирует под него, дабы нас навести на ложный след и порофлить с того, какой мы наивный дебилоид. Кстати, трупак самого Реймонда, если что, мы можем найти на кладбище в склепе. Но это уже совсем другая, грустная, совсем вот очень печальная история. Со слов наших знакомых мы сделали вывод, что идеальным местом для битвы с ним будет башня на болоте, так как туда будет легко его заманить заманчивыми ценностями башни. Плюс вокруг будет вода, которая подавит его магические огненные нюхл-пукл. Ну что ж, значит, пора бы почапать на болото. А это, знаете ли, то ещё место, срисованное буквально с Петербурга. Вот тут срисован Невский проспект, тут Дебенко, а вот местный колорит... Ладно, я слишком много руфлю, а надо бы говорить обо всём по порядку. С помощью паромщика, который выглядит как помирающий интеллигент, что очень даже по-питерски, мы плывём на комфортабельной лодочке к нашей точке назначения. Конечно же, Геральт не упускает возможности высказать своё очень важное и всем интересное мнение. Болотные испарения, утопцы и промокшие ноги. Вот и всё, что меня здесь ждёт. Гигант мысли, мужской угодник, да и на районе пацан не последний. Прямо на входе нас встречает некий Жан-Пьер Пурнакот, который, по его словам, является охотником за головами и яром поклонником Лео Бонарта. Кто не знает, Бонарт это такой поехавший, убер-тренированный суперчелли, который с лёгкостью убивал ведьмаков. И в своё время устроил на цире самую настоящую комедию категории «А можно не надо?» Старый Лео был легендой. Ведь он употреблял имба-энерджи. Думаю, все современные геймеры уже слышали про этот чудодейственный энергетический напиток, который бодрит тело и дух не хуже Эстуса. Особенно радует то, что наконец-то вышли аж четыре новых вкуса имбы, такие как Ориджинал, Яблоко Киви, Вишня и Мохито. Мне особенно понравился вкус вишни, ведь я сам в душе тот ещё. Специально для вас, мои дорогие зрители, есть промокод со скидкой 10% на стильный шейкер и все эти вкусы, но и даже это ещё не конец данному параду щедрости. Прямо сейчас ты можешь заказать убер-комбо-набор со скидкой до 25%. Я счастливый работник имбы Энерджи, наконец-то куплю себе покушать. Зачем покушать? Давай скидочку. Ну ладно. Имба Энерджи, переходи по ссылке в описании под роликом и затаривайся на здоровье. Этот пьержан может дать нам деньгу, если мы принесём ему волчьи шкуры. А это что за шкура? Ещё одна шкура. Либо же он придёт по нашу душу, если мы будем убивать по ночам мирных жителей. Да, тут и такое возможно, но я вам это не покажу, потому что я, знаете ли, миролюбивый чел. Добро и милосердие имена моих бубенчиков. Болото достаточно мерзкое место, где на нас по кд будут нападать петербуржцы, которые на самом деле претенциозные пидовки и другие мигранты из городов России, желавшие приехать в Питер. Но на деле приехали в Питер. А вы не против, потому что это плюс опыт, плюс ингредиенты для лечебного чая Нури. Да и это куда лучше, чем бегать от неписи к неписи по ВЗИМе, дабы узнать, что Азар Евет любитель фури. А мы фури не одобряем. Не успевая зайти в болото слишком глубоко, как мне попадается некий дедушка, писюн за щеку, а не хлебушка. Эй, сынок! Я не твой сын, дедушка. Хе-хе-хе. Угадал, как меня зовут. Они меня тут зовут дедушкой. Он просит нас провести его через болото до часовинки, чтобы он помолился, ежеси на небесе. Я, конечно, не против, тем более он рассказывает разные интересности про местные достопримечательности. В конце он благодарит нас и просит навестить его у него дома, чтобы, если что, чаю там попить или гуляша поесть. И говорит, что мы нормальный такой вежливый культурный ведьмак, в отличие от другого ведьмака, которого он видел до этого. Ты встречался с другим ведьмаком? С этого места поподробнее. Да, дед видел Берингара, который хотел узнать побольше инфы про башню и часто ошивался около глиняных ям. Надо будет потом там получше пошариться. И выглядел так, как если бы, прошу прощения, у него был недельный запор. Наверное, это неправильное питание. Спасибо, дедушка, ты мне помог. Дед уходит, а я думаю, а чё мне навестить его? Находим его дом и, судя по человеческим останкам, понимаем, что дедушка тот знатный гурме без проблем ЖКТ, любящий трапезничать в операми из людских аносов. Кстати, да, я излитка буду шутить на нормальном языке без шерзыхов и т.д. Чисто, чтобы вам прикольно на душе было. Но не буду перебарщивать, иначе Ютуб мне по головке зубной пасты проведёт. А, да, это мой дом. А этот череп и мозг на столе человечие? Да. Мясо? Да. На тарелке и в чашке? Верно. Но прежде чем эмоционально реагировать, выслушай мои оправдания. Пожилой шерзых, конечно, оправдывается. Говорит, что не ест детей, и в основном трапезничает трупами то эльфов, то людей, то местных жителей. А краснолюды? Желестое и жёсткое мясо. По правде говоря, я только один раз попробовал, и я не уверен, что это был краснолюд. Я за это мясо с утопцем подрался. Мне достался кровавый шмат, который узнать уже невозможно было. И вообще, если мы его не убьём, то он будет благодарен и полезен нам. А именно, делится с нами всякими полезными рецептами. В знак доброй воли я дарю тебе этот рецепт снадобья. Ладно, живи. Тем более ты рофильный, а я рофильных не убиваю. Твоя человек, но хороший. Ты бледен. Кушать хочешь? Теперь пора бы наведаться уже к самим коренным петербуржцам. Нынешние жители на болотах это поехавшие колхозники, которые делают кирпичи и поклоняются лавкрафтовским рыболюдам, которые защищают их. Да, реально, с Питера слисовали. В целом, эти челики мирные, я бы даже сказал, рофильные, не без шиза, конечно. Ну, в общем, прям как вы. Ба-ба-ба. Приветствую. Ба-ба. Что это с тобой? Сейчас ничего. Но когда мне было 6 лет, мне кирпич упал на голову. Это такая игра. Кидаешь в воздух кирпич, считаешь до 5 и нельзя, чтобы кирпич в тебя попал. Но я плохо считаю, и мне сказали, что из-за этих кирпичей я теперь глупый. Ба. Ага. Ба-ба-ба. Иногда мне кажется, что мои попытки показать ему, что первый ведьмак самая суровая, темная и просто лучшая часть рушится об вот такие диалоги. Кирпичники, энтомы. Ба-ба-ба. Мы делаем кирпичи. Ба-ба-ба. Ба-ба. Болото широкое, глубокое. Комары жрут. Ух ты, как же они жалятся. Расскажи мне про монстров. Ба-ба-ба. У нас тут много монстров. У нас тут отвертые и мамуны, которые не дают пьяным возвращаться домой. Ба-ба-ба. Что-нибудь еще? Комары. Ба-ба-ба. Проклятые жужжащие кровопийцы. И с каждым годом их все больше. А больше всего их у башни. Башня? Но она закрыта. Там нет ничего, и големов. Ба-ба-ба. Не, я сам скоро ба-ба-бакать буду, займемся делом. Я ВАСКА. Замедяк лизну твою колбаску. Местная начальница поселения ВАСКА просит нас убить ютопцев, которые наводнили глиняные ямы. А она за это деньгу даст и просто благодарна будет. В любом случае, я помогаю, потому что она, возможно, откроет нам полезную инфу про башню на болотах. После того, как мы убиваем утопцев, я замечаю два обезображенных трупа, которые просто изрезаны мечом ведьмачьим. Пачканые в крови из латыши. Плюс на него напали люди саламандр и скорее сюда пилингар мертв, а его шляхич поели утопцы. Грустная новость. Земля тебе зефиркой. Хватит рофлить, смерть это грустно. Возвращаемся к кирпичникам. ВАСКА благодарна за убийство утопцев, но говорит, что ей нечем платить за заказ. Обманула нас. Геральт говорит, мол, да ладно тебе бабуль, все забыз. А та такая благодарная берет и дает нам. Один из нужных для открытия башни сифиротов. Сойдет. Кста, я уже несколько таких камешков нашел. Один я, как вы помните, залутал с трупа кокатриски. Другой я купил Лювардана. С грустью расстаюсь со своим камнем, но если я его не продам, пострадает моя репутация корыстолюбца. Третий мне отдал Калькштейн. Мое сокровище. Хохма. Камень мудрости. Четвертый начал в пещере на болотах. Шестой, седьмой и восьмой можно получить из пожертвы хавку святилища Милителя в лечебнице, где работает Шани или на болотах, куда мы провожаем сердобольного людоеда. А остальные мы с вами еще найдем. Детали поиска я особо не вдаюсь, потому что ошизеть можно. Мы спрашиваем сваски за башней, что она знает. Бабуэля говорит, что жил-был маг, построил башню, встретил женщину и сдох. Вот и сказочки. Конец, а в Китае сейчас Stop it. Get some help. А вообще у мага был голем в подчинении. И в пророчестве говорится, что однажды голем проснется и откроет башню. Мы, конечно, ничего и никак, но бабка дает нам карту Таро, в которой про это говорится. И мы радостные, бежим к Алькштейну, чтобы поделиться счастьем и петербургскими гостинцами в виде болотных хламидий. Я говорю, сваской на болоте. Она помогла мне найти карту Таро, башня. Там говорится, как разбудить стража. Он говорит, что понял суть пророчества и узнал, как пробудить голема. Надо ему куда подальше засунуть громоотвод, но не к Алькштейну, а голему. И чтобы в этот громоотвод ударила молния, тогда каменный алкаш и проснется. Для этого мы бежим к кузнецам-краснолюдам, которые знают, что мы друган Золтана и с радостью куют нам железный самотык. Однако, это только полдела. Нам нужна молния, которая ударит в громоотвод. Мы, конечно, можем просто подождать, пока придет гроза, но на это нет времени. Поэтому мы чапаем в рощу друидов, которые находятся на окраине болот. Да, тут даже колтуны есть, я сам в шоке. Тут, конечно же, свой необычный контингент. Друиды-деды, озабоченная голая дриада, которую мы можем, но не будем. И глава местных скейтелей Еевин, который выглядит как трэш-смэш, а значит, мы его тоже можем. Добро пожаловать в круг друидов, путник. Несколько десятилетий я прихожу сюда, чтобы поразмать по себе анус. Не понимаю. Этот недоразвитый с манией величия, и я сейчас не про себя, просит нас отнести письмо краснолюду Вивальди, видимо, надеясь, что тот поддержит их и даст им денег на их маленькую победоносную сексуальную революцию. Сарказм лишь проявление внутренних комплексов. Само собой, Вивальди посылает их на три буквы, но Еевин видит все по-своему. Я принес ответ Вивальди. В его ответе слова, а не золото. Я подозревал, что так оно и будет. Вивальди банкрот. Интересно, банк процветает, а Вивальди банкрот. Благодарю тебя, Геральт. Ты мне подсказал отличную мысль. Да мне вообще пофиг, что ты там думаешь, шизостроухий. Прежде чем просить друидов делать для меня всякие штуки, я решил осмотреться вокруг. Выпить бы. Допустим, тут недалеко работают дровосеки с краснолюдом лоялистом. Да, не в рифму, зато по смыслу то же самое, которое внезапно имеет для алкаша работенку. Кто ты? Геральт, ведьмак. Президент Украины. Я так понимаю, главный тут ты. Этим ленивым сволочам повезло, то, что я за ними приглядываю. Без моего руководства они бы даже до сортира не дошли. Кстати, видишь этого? С усами. Он так и не научился. Он просит нас собирать травы чудную, из которой потом сделают физшных. Деньги мне, конечно, нужны, я рад, но почему везде вокруг завязано на физшных, я не знаю. Нанюхайся. Вот это на здоровье. Чет нариков в этом мире даже больше, чем орков в баке. Видимо, и размножаются так же. Иду снова на лужайку к друидам. Прошу главного друида сотворить плохую погоду, но тот соглашается это сделать только за 500 полновесных необрезанных оренов. 500 хандарит бакс. Конечно, в ином случае я послал бы его на три буквы, но деньги это, знаете ли, не самые первые в жизни, да, ребята? Я догадываюсь, чего ты хочешь, ведьмак. На твоем месте я бы приготовился, принял бы свои зелья. Они тебе понадобятся. Ведьмак без зелья только пол-ведьмака друид. Он вызывает дождь, а я иду вставлять голему палку. Вообще, мы можем отлупить его мечом, но на это уйдет полгода, и это путь рачепоши. Настоящие ведьмаки слушают советы друида, который говорит, что рядом с големом есть три куска камня, и если до них дотронуться, то вызовется молния. Я же необыкновенный маг, который насилует природу с помощью каких-то дурацких камней. Каких камней? Уже соблазнился. Видимо, колдун, он, кстати, Альзур, я уже говорил об этом, специально создал это устройство, чтобы самому создавать молнии и пробуждать големов. Но трабл был в том, что голем был за пределами триульгольника, так что пришлось платить дань деду. Но не в этом суть. Дело в том, что убить голема мы можем, заманив его в триульгольник и несколько раз вызвав молнию, которая мигом прикончит булдышника ходячий. Голем умирает, а я подбираю еще один сифирот, у него из-за нового поняли. Теперь осталось дело за малым. Идем к псевдо-реймонду и говорим, что мы тут подозреваем Калькштейна, что он дебил и опасный человек и что он саламандра и надо бы его заманить к башне, чтобы он не смог получить архиважные книги того самого колдуна Альзура. Я хотел действовать в одиночку, но если ты хочешь помочь... Разумеется, хочу. К тому же мы теперь друзья? Да, друзья. Азар ведется на это как лошок и идет к башне, но перед этим дает нам еще один сифирот, получив который, мы получаем еще один самый последний сифирот просто потому что... Ну вот видите, какая простая это игра Ведьмак 1, да, ребята? Теперь пора бы почапать на болото к Азару. Ну пошел бы он куда подальше, я хочу напоследок почилить. Вы спросите, как? А я отвечу, попой на березовый косяк. Да, я такой убогий юморист, который делает вид, что так и задуманно, а чтобы потом мои хейтеры говорили, что я убогий юморист, который делает вид, что так и задуманно, а на деле я реально убогий юморист, который делает вид, что он хороший юморист, но при этом убогий. И нет, это не постирония, это шизофрения. Ты понимаешь, что ты поехал в Шибра, все. Шани хочет устроить тусу со старыми знакомыми, а именно со знаменитым Бардом Лютиком, который является хорошим другом Геральта, но, правда, алкаш в нем совсем ничего не помнит. Вишневая водка для Лютика, розовое вино для меня и что-нибудь для тебя. Рыжуха просит нас достать алкоголь и по желанию позвать еще какого-нибудь друга. Этим каким-нибудь другом в мое прохождение является золкин. Выпивку с собой принеси, лучше водки. Ой, я не могу, сердце мое, помогите. Такой разврат под моей кровлей любовник не ходит, музыкант какой-то. Но это же не просто музыкант, это знаменитый министрель Лютик. Вместе мы планируем зажечь, правда, когда я прихожу к Шане, наш друг Лютик чуть с ума не сошел. Я сошел с ума? Это шутка, Шане? Это не шутка. Но как? Я же своими глазами видел. Я потерял память, но я хочу знать, почему все так удивляются, когда видят меня живым. Пять лет назад мы сидели в корчме с нашими друзьями, ну, ели улиток, пили водку, Затем обезумевшая, жаждущая крови от толпа ворвалась в район нелюдей. Начался погром. Ты хотел остановить их. Вот, вышел на улицу, а там кто-то, кто-то проткнул тебе живот вилами. Это была смертельная рана. Мы подоспели слишком поздно. Я ничего не помню, а ты ничего не знаешь. Боюсь, некоторым загадкам суждено остаться неразгаданными. Хм. Хм. Сядем за стол, как старые друзья, выпьем и поболтаем. Время покажет, кто я такой на самом деле. Далее мы дожидаемся Золтана и вместе начинаем кутить. Очень хочется выпить доброй водки. Сейчас все будет. Беседуем со всеми обо всем. Тот же Барт рассказывает нам о старом друге Регисе, который был высшим вампиром. Геральт, у тебя был приятель, настоящий друг, который был вампиром. Так может у меня и друг Дракон был? Ха! И Дракон тоже, кстати. Ты дружил с вампиром, Золтан это знает. Помнишь Региса? А что случилось с Регисом? Эмиэль, Регис, Рохелек, Терзи, Вготфруа погиб, сражаясь за тебя, Геральт. Давайте выпьем за него и за всех остальных, кто погиб. Обсуждаем водку и понимаем, что Шаня очень даже хорошая и своя баба. Ааа! Ой, суровая штука! Ух, у меня глаза слезятся. Эх, хорошая выпивка. Решительно, нет лучше алкоголя, чем водка. Я предпочитаю вино, но и от водки не откажусь. Мы веселимся, пока не случается беда. У нас кончилась закусь под водку. Геральт, ты хочешь есть? Пожалуй. У нас есть хлеб, но мы же не лошади, чтобы есть хлеб без ничего. Золтан прав. Нам нужно сало. У этой мумии внизу кладовая забита под завязку. Ты что, шутишь? У этой мумии, как метко ее называет Золтан, должно быть сало, соленый огурцыни. Шани. Главное, чтобы тебя не поймали, Геральт. А почему я? Я бы сам пошел, но все знают, что краснолюды отвратительные воры. Сударыни Шани туда нельзя, а уж лютик точно напортачит. Далее нас ожидает стол с миссией, где мы должны добраться до буфета и взять вкусности. Что? Да ты пьян. От пьян слышу! Ну как? Успешно? Вот сало и огурцы. А ты не мог бы прихватить еще и сахару? Золтан. И уж из ряда накушавшись, мы слушаем настоящее элитарное выступление Лютика. С удовольствием послушаем. Гляньте там, в бару барочке, да волчишка пляшет, зубья щерит, резво скачет и хвостишком машет. Ты чего такой веселый, бестия лесная? Или жены не подыскалась, не нашлась такая? Аумпа, аумпа, аумпа! Гляньте, серый волк под латой стонет под горою. Морда в землю, хвост под брюхом и слеза рекою. Ты чего такой унылый, бестия лесная? Ох, женился я по дури, ох, судьбина злая. Умла, умла, умла. А вы и дальше слушайте ваши чканные монеты. Далее мой Геральт все-таки лишается невинности. Но знаете, лучше так, чем где попало и фиг знает с кем. Потому что я хоть и ениферский каблук, но Шани настоящая няша, милаха и вообще для отруля ценителей. Все, пора бы на болото. Давайте Еведу ногой прямо промеж булок. Конечно, перед битвой я мог бы поучаствовать в местной битве Ордена Пылающей Розы против Скайетели, но я все-таки постараюсь придерживаться нейтралитета. Наивный как дитя. В войне невозможно сохранять нейтралитет. Ты еще в этом убедишься. И хоть тому же Евину было отказать легко, то вот отказ Зигфтеду дался мне особенно сложно. Геральт, клянусь вечным огнем, я рад тебя видеть. Что случилось? Игла Эхенопса попала мне под наголенник. Боюсь, я не могу идти. Эльфы и гавенкары собираются торговать на кладбище големов. Мой долг уничтожить и торгашей, и белок. Отрубить все головы Гидре одним ударом, так сказать. Геральт, помоги мне. Я назначу тебя командиром своего отряда. Прости меня, но я должен идти по канону, где Геральт это тупой, нейтральный алкаш. Вставляю все сифироты по всем соответствующим пьедесталам и иду вставлять уже самому Еведу. Нельзя, чтобы Калькштейн нас опередил. Надеюсь, этот убийца заглотил наживку. Мы входим, забираем книги и... Ты хочешь узнать правду? Очень хочу. Только вопрос. Когда ты решил принять облик Рэймонда? Ты сам подсказал. Он шел за мной, а ты ему доверял. Глупо было не использовать случай. Вот по этому плану ты и встретился с Ведьмаком. Глупо было бы мне не использовать случай. Хватит болтать. Веди меня туда, где ты спрятал все, что украл в Каэрмархене. Вокруг вода, а значит колдунство мага слабы. Он называет одного огненного сратыша и не успеваю я его убить, как на подмогу приходит второй сратыш. Прибыл по приказанию своего господина. Слушаю и повинуюсь. Профессор, кончай клоунаду и займись Ведьмаком. Видишь ли, Ведьмак, Азар испытывает определенный дискомфорт в водной стихии. Беда с этими магами огня. Отлично. Одним выстрелом двух зайцев. Конечно же я обоим унтерширзом прописываю лютых поджопников, отчего те вынуждены идти на крайние меры в виде оглушения алкоголика какими-то зеликанскими ядами. Азар, болван, ты позволил Ведьмаку провести себя. Тихо. Возвращаемся на базу в купеческий квартал. Быстрее, пока он не очнулся. Геральт теряет сознание, а те вместо того, чтобы добить нас, в страхе и текают отсюда куда подальше. Мы с тобой еще встретимся. А на этом все. Да-да, кино кончилось. Я выпустил несколько серий приключений Месье Ведьмака как вам? Нормалды, хотите еще? Так напишите об этом и не забудьте лайк поставить, чтобы ролик чаще появлялся в рекомендуемых у других жителей Вызимы и наше сообщество росло. До свидания, друзья. Еще увидимся когда-нибудь.